По сути, это законченное произведение, да, вот, будет в виде такого бюста, но поскольку я не промышленный инженер, не дизайнер, да, то есть я не знаю, как эти штуки делаются, мне это все дается очень тяжело, я на этом деле учусь. Вот, у него тут еще будет броня, ну, как бы крепиться, стыковаться с этой штукой, и руки, ну, и, соответственно, руки у него будут болваниться. То есть, все, поэтому сейчас я бы хотел поговорить именно о поиске рефов вот под вот этого робота рук. Ну, на примере этого вы сможете, в принципе, понять, каким образом работать вам с рефами, когда речь идет о... да, о чем угодно, в принципе. Ну, вот можно посмотреть здесь, какая раскладка. Например, эти все рефы, это на грудную клетку, и тут пару рефов еще есть на руки, вот два, а все остальное это на грудную клетку, да, не на голову. На голову у меня отдельная тема была, ну, вот только вот этот у меня шел на шею, а все остальное это я на грудную клетку себе искал. Ну, и в итоге понял, да, то есть тут ничего сложного нет. И лопатки, да, вот они. То есть они у него, получается, будут таким вот образом ездить, в общем, с руками. И выполнять функцию щита. Сегодня я бы хотел именно о руках поговорить, потому что они будут сильно влиять на образ. Ну, и опять же, да, то есть он идет полигональный, весь такой, и руки тоже должны иметь полигональную структуру. То есть здесь не прокатит сделать вот такую вот штуковину. Ее придется делать прикольным дизайном. Поэтому можно начать с самых простых каких-то слов, ну, для того, чтобы понять вот структуру. Да, я вот первый реф такой качнул, подумал, что будем об этом уже на встрече говорить, потому что тема интересная. То есть чем этот реф для меня информативен? Он для меня информативен тем, что я могу понять, как работают пальцы, да. Ну, моя задача, как трехмерщик, это в первую очередь разобраться в конструкции. Дизайн, он себя ждать не заставит, да, он никуда не денется. Но самое главное, что нужно сделать, это понять именно конструкцию, как эта рука, она функционально будет двигаться. Потому что моя задача, это сделать функциональную штуковину. Вот мы видим самые разные варианты, да, от простых до более сложных, ну и так далее. Поскольку говорим о жестянке, у нас тема идет такая средней сложности в плане модели и очень высокой в плане текстуры. Ну, потому что там она будет вся такая пожмаканная, да, очень прикольная. И нужны рефы, чтобы ее заблочить. Вот здесь, кстати, очень хорошо показано, как можно заблочить. Ну, хорошо в плане понимания механизма, но плохо в плане работы с моделью. То есть для модели я всегда подбираю не что попало, то есть я не качаю все картинки, какие попало. Мне нужны некоторые картинки, то есть вот несколько ориентиров, то есть вот они у меня, ориентиры, которые мне очень нравятся. Упс. Дозекс, конечно. Я отсюда могу взять вот этот элемент, вот мне он очень нравится, и сделать его ломаным, да. Ну, мне нужно будет этот работать по-своему. То есть мне очень нравится вот такая каркасная модульная система, которая можно как бы гармонично друг с другом сбить.